Привет, друзья! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско и шоу Кулинарная Пропаганда. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас коллаборация с каналом Изи Кук. Для тех, кто не знает, коллаборация – это совместный выпуск для того, чтобы вы, мои подписчики, узнали о канале Изи Кук, а подписчики канала Изи Кук узнали о канале Кулинарная Пропаганда. Загляните к ним. Формат немного другой, но ребята снимают красиво, рецепты грамотные. Я думаю, вам может понравиться. Я тут на странице ВКонтакте фотографии маффинов размещал. Красивых, вкусных. И спрашивал, надо ли рецепт в видеоформате делать. Всего 2 человека из 20 сказали, нет, не надо. Мне вот что непонятно. На канале 5,5 тысяч подписчиков. Каждый ролик набирает от 2 до 5 тысяч просмотров. А при этом в голосовании ВКонтакте всего 20 человек участвуют. Вы где все прячетесь? Это же получается 20 человек определяет, что смотреть 5 тысячам. Голосуй или проиграешь. Что ж, если пропустили голосовалку, теперь мучитесь, смотрите. Итак, для маффинов нам понадобится 2 стакана муки, полстакана сахара, горсть изюма. У меня, правда, не изюм, а вяленая клюква. Три четверти стакана молока. Треть стакана растительного масла. Одно куриное яйцо. Пол чайной ложки соли. Три чайных ложки разрыхлителя. Немного ванили. И столовая ложка цедры лимона. Я, пожалуй, не стану отмерять ложку цедры, а натрое увидела с концов. Я так с места в карьер понесся готовить, что не успел сделать традиционный экстрас в историю. Буду наверстывать в процессе. Во-первых, считается, что маффин – это круглая или овальная выпечка. Как правило, сладкая и, как правило, с различными начинками. Кстати, когда цедру лимона натираешь, не стоит усердствовать. Белая часть не аромат, а горечь придает. Теперь надо хорошенько все смешать. Во-вторых, различают английские маффины на дрожжевом тесте и американские на разрыхлителе. Так что сегодня, получается, я готовлю американские. В-третьих, так как готовятся они практически моментально, то очень быстро они стали популярны, как блюдо для завтрака. Ну вот, все перемешал. Включаю духовку на 200 градусов, а выпекать их лучше в верхней части духовки. Теперь надо смазать формочки растительным маслом. У меня вот такие, силиконовые. И кисточка для смазывания, силиконовая. И лопатка для смешивания, тоже силиконовая. Куда катится этот мир? Ничего натурального. Всюду обман. Кроме меня, конечно. Я настоящий. Теперь осталось только разложить тесто по формочкам. Можно сделать это ложкой. Но я предпочитаю не возиться с липким тестом и ускорить этот процесс. Удобно сделать это кондитерским мешком. Но у меня и мешка нет. Да, а что вы смеетесь? И вот так вот бывает. Кондитер без кондитерской. Я выхожу из положения так. Беру бумагу для выпечки. Сворачиваю в два слоя. Делаю кулек. И все готово. Теперь осаживаю тесто по формочкам. Я сейчас буквально слышу голоса желающих отвертеться. У меня нет таких формочек. Я не смогу это приготовить. Попытка не засчитывается. Форма для маффина делается в пять секунд. Отрываю кусочек фольги. Складываю. Беру какой-нибудь стаканчик или баночку. Вот у меня сыновья здесь гуашь оставили. И вуаля. Форма готова. Готовьте. Остается перегрузить формочки на противень. И отправить все в духовку. Пекутся они быстро. Минут 15-20. Так что времени только-только, чтобы заварить чай. Проверить почту. Заглянуть в Инстаграм. Во Вконтакте лучше не заглядывать. Там можно зависнуть и маффины сгорят. Вот такая быстрая выпечка. Ну что, попробуйте приготовить. Не сомневайтесь. Готовьте. Понравилось? Не поленись поставить палец вверх. Внимание. Новые зрители. Во-первых, подпишитесь сейчас. А то потом потеряетесь и расстроитесь. А во-вторых, пожалуйста, загляните в это видео. Его я специал специально для новых подписчиков. Давайте знакомиться. Напоминаю всем, что у нас сегодня совместное видео с каналом Изикук. Все ссылки вы найдете под описанием видео. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok